Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать начало-начал вязания крючком. Это цепочка из воздушных петелек. Вам понадобится крючок и ниточка. Я взяла крючок и ниточку потолще для того, чтобы вам максимально было видно. Есть два, так сказать, начала. Либо вы ложите короткий краешек себе на ладошку и основной ниточкой обматываете пальчик. Вот так вот. У вас получается вот начальная, так сказать, воздушная петелька. Можете таким способом сделать начало, а можете другим способом. Вы, так сказать, берете ниточку рабочую в ручку, короткий краешек ложите, так сказать, к себе коротеньким краешком. Вот так ложите. И вот делаете вот такую петельку, основную рабочую ниточку ложите на короткий краешек. Вот она у вас получилась, вот такая петелька. Теперь большим и средним пальчиком вот так вот придерживайте и немножечко ее подтяните, чтобы она была не такой большой. Теперь получается придерживайте правой ручкой, вот так вот перелаживайте, а рабочую нитку ложите на указательный пальчик левой руки. А большим и средним придерживайте петельку. Вот так вот. Если вам нужно, подтяните длинный краешек. Крючок вводите в вашу петельку и вот так вот захватываете рабочую ниточку, продеваете сквозь вашу петельку. Вот еще раз вам покажу. Вот ваша петелька. Захватываете рабочую ниточку и продеваете сквозь нее. И подтягиваете коротенький краешек. Хорошо, красивенько, чтобы у вас было, так сказать, начало. Вы закрепили начало воздушной петельки и теперь начинаем набирать воздушную цепочку. Цепочку из воздушных петель. Смотрите, у вас крючок в петельке. Теперь захватываете рабочую ниточку крючком и продеваете сквозь образовавшуюся петельку. Теперь снова крючочек под ниточку рабочую и продеваете сквозь петельку. Таким образом мы с вами набрали две воздушные петельки. Снова придерживаете короткий краешек цепочки. Захватываете ниточку, продеваете сквозь петельку. Захватываете крючком рабочую ниточку, продеваете сквозь петельку. Захватываете ниточку, продеваете сквозь петельку. У вас получается вот такая вот своего вида цепочка. И снова рабочую ниточку захватываете, сквозь петельку последнюю продеваете. Ниточку захватываете, петельку продеваете. Таким образом мы с вами провязали цепочку из воздушных петелек. Давайте посчитаем. Первая не считается, так сказать, первая наша дуга цепочки, так как она закрепляла. Одна петелька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Петелька на крючке у нас не считается. То есть мы с вами провязали цепочку из семи воздушных петелек. Вы провязываете цепочку какой длины вам нужна и какого количества нужна вам. Мы с вами закончили провязывать цепочку из воздушных петелек. Я надеюсь, что вам осталось все понятно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok